Спасибо. Принятие этого закона депутаты встретили аплодисментами. Статус многодетных теперь получат все семьи с тремя и более детьми. А это значит, что у них появятся дополнительные льготы. Меры социальной поддержки, в соответствии с настоящим законопроектом, представляются многодетным семьям из числа малых и мучений. В указанном семье устанавливается ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 30% по достойности к жилищным коммунальным услугам. Родители, которые даже устраивали пикеты, такому решению в целом обрадовались. Но, говорят, еще есть к чему стремиться. Всего в области 25 тысяч многодетных семей, а разного рода бонусы получат только 17 тысяч. Те, что относятся к категории малоимущих. На мой взгляд, это несправедливо. И мы, естественно, будем двигаться дальше, будем добиваться того, чтобы не только льготы распространялись на многодетные семьи с небольшим достатком, с минимальным достатком, и на все семьи. Мы рассматривали этот вопрос, и у них главное было требование, чтобы придать статус семье, которая имела со своим составом трое детей и более. Мы это выполнили. Это главное было их требование. И, кроме того, еще дополнительно выделили 170 миллионов рублей на поддержку этих семей. Выделили денег и потенциальным почетным гражданам Челябинской области. Премия будет увеличена. На летний детский отдых деньги тоже будут. По льготной путевке можно будет отправиться даже в санаторий соседних областей. У тамошних здравниц появилась возможность участвовать в конкурсе на предоставление мест. Собственно, телехозяин, руководитель этого учреждения, является юридическим лицом, зарегистрированного в Челябинской области. А вот в этом случае они могут участвовать и побеждать в этом конкурсе. В первую очередь путевками будут обеспечивать детей инвалидов, малышей социально незащищенных слоев.